Привет, ребята, это Домашний Влог, спасибо, что заглянули ко мне, и хочу его начать с того, что покажу вам несколько очень нужных приложений, какие-то новые для моего телефона, какие-то старенькие, но очень-очень они нужны и полезны. Первое приложение для меня новое, потому что оно не нужно мне было на протяжении 9 месяцев беременности, это приложение Клю, но оно очень полезно для каждой девушки, потому что это приложение помогает контролировать свой цикл. Оно очень пригодится и тем, кто планирует беременности, потому что высчитывает дни овуляции, в зависимости от тех данных, которые вы вводите о себе, вот так называемое окно фертильности, также высчитывает дни менструации. Также это приложение будет напоминать вам о приближении менструального цикла, о том, что если у вас задержка произойдет, о том, что приближаются благоприятные дни для зачатия, или уже сегодня ожидается овуляция, или нужно принять таблетку именно сегодня, не забыть, и вы сами можете эти все напоминания контролировать, то есть отключать и включать, в зависимости от того, что вам нужно. Причем очень интересно, что можно каждому своему дню определить текущее состояние, например, да, сегодня можно ввести какие-то данные о своих эмоциях, о выделении, о характере выделений, о боли, о сне, как видите, пищеварении, стульях, состоянии кожи, например, аппетит, да, что вас, может быть, сегодня вас тянуло на шоколадки или на соленое. И, как я прочитала, что чем больше данных вы о себе вводите, тем точнее это приложение работает, потому что это приложение таким образом все это систематизирует и помогает анализировать общее состояние. Кстати, приложение это бесплатно для Android, iOS и Apple Watch, и, в общем, оно реально очень крутое, нужное, легкое в использовании, поэтому всем девчонкам могу его посоветовать. Следующее приложение будет полезно беремяшкам, оно меня очень выручало во время беременности, это календарь беременности, оно тоже безумно простое, и здесь по неделькам расписано состояние вашего ребеночка, что с ним происходит в данный момент на этой недельке. На первой страничке вы видите приблизительный вес, рост, нормы частоты сердечных сокращений, ХГЧ, также срок здесь показан, сколько осталось до рождения и так далее, и так далее. Дальше мы нажимаем, здесь у нас коротко описано, что происходит на данной неделе, дальше состояние мамы, некоторые советы по питанию, есть график прибавки веса, весе, можно вот так вот посмотреть, а можно посмотреть по графику. Видите, я по графику никуда не отклонялась, так что все, все в норме. И также здесь есть щечек шевелений, контроль веса, щечек схваток и там немножечко информации о уходе за малышом, когда он только родится. Вот, тоже очень нужное приложение, классное, могу посоветовать, легкое, да, безумие. Следнее, наверное, что я хотела посоветовать, это в тему того, что девочки часто спрашивают, Карина, как ты, откуда черпаешь идеи своих образов? У меня есть приложение Lookbook, есть такой сайт Lookbook, ну, его можно, да, установить приложение на телефон, и здесь куча таких вот печатных блогеров, вы просто можете смотреть, наслаждаться. Конечно, не все здесь красиво, если честно. Есть и мужчины-блогеры, и женщины-блогеры. И я что делаю, так как мне китайские сайты присылают много одежды, я могу даже просто набрать там Romwe Scourge, там поставят фильтры по цвету, и мне выходит куча фотографий, да, я могу найти, то есть, кучу фотографий, где присутствует эта юбка, которую я заказала, и посмотреть, как девочки сочетают ту или иную вещь. Поэтому тоже очень нужная штука для моего телефона, где черпу идеи. Сейчас собралась на КТГ, вчера была женской консультацией, и мне сказали, что есть еще у меня в запасе несколько деньков, где-то еще три дня, но все зависит от КТГ. Если все хорошо, то ждем несколько дней еще, если нет, то ложимся в роддом. Поэтому пожелайте мне удачи, надеюсь, что все хорошо. На мне сегодня вот такая вот жилетка спасает меня сейчас, потому что на мне ничего не налазит. Вот эта жилетка с шеин была. Мы уже дома, и с хорошими новостями, слава богу, все хорошо, нет никакой гипоксии у нашей доченьки. Двигалась она очень активно, я из-за этого переживала, она просто под этим прибором начала елозить, 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 и даже особо не было слышно шума сердца, постоянно были такие кр-к-к-к-к-к-к-к-к, я из-за этого переживала. Но нет, там все, прибор показал, как бы с сердечком все хорошо. Поэтому, как сказала врач, ждем еще пару дней. Я думаю, что в понедельник уже пойду к гинекологу и посмотрим, что она скажет. Отмечаю, ты делаешь мороженое. Жанна, ты поделись мной? Ты покорми меня, если посмеешь. Он снимает скрытая камера. Не надо скрытой камерой, мне вообще меня показывать не надо, мне нечего. Я не люблю, когда на всю Россию показывают. И не только Россию, еще и Украину, Белоруссию, Азербайджан, Америку. Это ты вот это все рассказываешь и показываешь. Да, Азербайджан. И себе поменьше показывала. На всех. Да, это называется влог. Вот так вот, девчонки, моя бабуля реагирует на мое занятие, в частности, на съемку влогов. Влоги она вообще не понимает. Я, конечно, потом вырежу эту часть с моей бабушкой из этого видео где-то через несколько дней, чтобы ее это не смущало, потому что она очень болезненно на это реагирует. Вот, но, в принципе, моя бабушка, она воспринимает YouTube чисто как коммерцию. Это самое интересное. Моя бабушка, она считает, что я в своих видео должна только все хвалить. В общем, это же как реклама, ты должна все хвалить. И когда она узнает там, что я какие-то вещи выбрасываю, она вот не понимает. Она говорит, как, ну ты бы сказала, что они хорошие. Я говорю, бабушка, ну как я могу сказать, что они хорошие, когда они ужасные? Я их даже не хочу показывать в кадре, я их сразу выбрасываю. Но, что касается моей личной жизни, она вообще это не понимает, почему я это снимаю. Она считает, что меня сглазят, что она боится сглаза. Она очень боится хвалить человека, очень боится думать о хорошем, мечтать элементарно. Она вот реально боится мечтать. Ни в коем случае нельзя при ней говорить о ремонте, там о чем-то таком. Ее это очень сильно расстраивает. И, конечно, очень трудно жить с человеком, у которого такая позиция. При том, что я очень люблю мою бабушку. Она на самом деле просто настолько доброй души человека. Она никогда никому не желала зла. Она всегда первая, всегда идет на примирение. Даже если с соседями какие-то проблемы там на работе. Она всегда первая идет на примирение. Ну вот у нее вот есть такая вот чешта. Даже тоже недавно у нас была такая вот ситуация, когда знакомые у нас в Ставрополе, они платят за двушку. 46, по-моему, у них квадратов. В панельном доме 9 тысяч. Последние пару месяцев у них 8-9 тысяч коммуналку платят. То есть это очень большие деньги, я считаю, за коммуналку. И мы как бы об этом рассказывали бабушке, да, и говорили о том, что вот как классно, что у нас будет индивидуальное отопление, да, в нашей квартире. И что нам не придется такие большие деньги платить, как платят люди в панельных домах. И мне бы хотелось, наверное, услышать что-то вроде, ну и слава богу, да, дай бог, чтобы так и дальше было. Я услышала в ответ, подождите, вам тоже такая платежка придет, вот увидите, еще не, типа, еще не вечер. И так постоянно, и знаете, девчонки, как сложно жить с такими пессимистами. Такое ощущение, что человек постоянно боится порадоваться, порадоваться какому-то событию, какой-то даже пусть мелочи, но он боится порадоваться, потому что, не дай бог, он сглазит. Но жить вот так вот постоянно, только видя во всем какой-то негатив, и ища в этом какой-то подвох, а, подождите, у вас еще придет платежка, так что не радуйтесь раньше времени. И поэтому, например, тема о ремонте, да, например, бабушка мне сказала, зачем ты снимаешь видео там о том, что вы получили ключи, что какие там у тебя планы на ремонт, это нельзя такое говорить. То есть я лично считаю, девчонки, что, во-первых, незаслужное, как написано в Библии, незаслужное проклятие не сбудется. То есть ты никого не ненавидишь, никому не желаешь зла, никому не завидуешь, то и тебе вот эта чья-то зависть, чей-то негатив, он к тебе не приблизится. И я верю, что меня смотрят девочки, которые действительно мне желают добра, и гораздо больше, гораздо, гораздо больше тех, которые желают мне зла. Я думаю, десятки, сотни раз больше, вот правда, я это чувствую, я это верю, я ощущаю вашу поддержку даже вот с беременностью. И раньше у меня мама тоже была такая же пессимистка, но мы ее как-то вот с мужем, не знаю, может быть, мы на нее повлияли, может быть, что-то другое повлияло. Но мы как-то вот смогли до нее донести, что нужно немного по-другому мысли. Я пока жила в своей семье до замужества, я как-то на это не обращала внимания, я этого не замечала. Но когда я пожила отдельно с мужем и потом приехала, я очень сильно эту разницу увидела. Субтитры подогнал «Симон»!